Президенту Азербайджана, который, повторяю еще раз, впервые присутствует на мероприятии подобного рода. Аль-Хам Григорьевич, Вам слово. Прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания. В первую очередь хотел бы выразить благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в работе саммита государств-членов Еврозес в качестве гостя. Сотрудничество Азербайджана со странами-членами Еврозес, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана. Хотел бы проинформировать коллег, что товарооборот Азербайджана со странами Еврозес в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года рост взаимной торговли вырос еще на 38%. В прошлом году доля стран-членов Еврозес во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота. Азербайджан расположен на географическом перекрестке транспортных путей – восток-запад и север-юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях. Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии в количестве более 50 судов. Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 миллионов тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован. И объем грузопереволки достигнет 25 миллионов тонн. Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время. В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная верфь, которая может изготавливать любой тип судов. И рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию. И уже ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивает выход в Европу, а также к Средиземноморским портам Турции. Азербайджан является важным участником проекта транспортного коридора «Север-Юг». Мы инициировали также создание Зангизурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчеванской автономной республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов. В Азербайджане функционирует 8 международных аэропортов, два из которых в Физулии в Зангелане, на освобожденных от оккупации землях, построенные последние два года. Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Наша страна обладает одним из самых крупных воздушных грузовых плотов в регионе с грузооборотом более 500 тысяч тонн в год. Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости. Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем. Около четырех лет Азербайджан успешно председательствует в движении неприсоединения, движении неприсоединения, которое объединяет 120 государств и является вторым по численности международным институтом после ООН. Экономика Азербайджана самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. За последние 20 лет валовый внутренний продукт нашей страны вырос более чем в три раза. Уровень бедности сократился с почти 50 до 5%. Внешний долг находится на уровне менее 9% ВВП и снижается из года в год. Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 10 раз. На сегодняшний день одной из главных задач, которая стоит перед нами, является диверсификация нашего экспорта. Что касается диверсификации экономики, этот вопрос решается успешно. Большая часть экономики Азербайджана формируется уже в несырьевом секторе. Что касается нашего экспорта, тут нам еще надо активно работать для того, чтобы увеличить экспорт несырьевого сектора. Хотя уровень безработицы составляет всего 5%, демографический рост, а за последние 30 лет население Азербайджана выросло с 7 до 10 миллионов, требует активных усилий по созданию новых рабочих мест. И, конечно же, мы рассчитываем укреплять наше активное взаимодействие со странами-членами Евразес, как в двустороннем формате, что мы успешно делаем, так и в многостороннем формате. Как уже было отмечено, я впервые участвую в работе саммита Евразес, хотя с главами государств, с членами Евразес мы встречаемся регулярно в рамках саммита ФСНГ и в двустороннем формате. Поэтому, хоть я и впервые участвую как гость, но я наверняка здесь не гость. Мы сегодня уже имели возможность пообщаться, наше общение будет продолжено. Хотел бы в заключении выразить еще раз благодарность, Владимир Владимирович, вам за приглашение, а также всем коллегам за то, что это приглашение было поддержано. Спасибо.